В этой части микрорайона расположены две школы, между ними детский сад. Мы просили власти проложить нам асфальт по проезду и на улице Абая, но вместо этого они решили, что нам будет достаточно лишь проезда. Вместо обещанных асфальтированных дорог, ведущих к школам и садику, коммунальщики решили привести в порядок только полкилометра тупиковой дороги. Это немногим более 400 метров. Почти столько же понадобилось бы асфальта на дороге первостепенной важности. Почему в приоритете оказались тупик, жители микрорайона Сауле до сих пор не могут понять. Зимой, весной и осенью здесь не пройти. Грязи по колено. Как раз по этим двум улицам ходят школьники микрорайона. Основные дороги, по которым ходят наши дети, это улица Жамбыл-Ажабаева, проезд и улица Абая. А строители утверждают, что будет асфальтировать лишь тупиковую улицу. А дальше как? Что? Нам и нашим детям пролетать над остальными улицами, чтобы не замараться? Так же не делается? Представители городской администрации не отрицают, что укладка асфальта на главных улицах в микрорайоне Сауле действительно была запланирована. Просто денег на все сейчас катастрофически не хватает. Вот и выбрали там, где можно сделать дешевле. В целом в микрорайоне Сауле две улицы. Это проезд Абая и улица Абая. В проекте указан проезд, но до конца года мы постараемся найти средства. И постараемся, там около 400 метров, постараемся его заасфальтировать. Жителям посоветовали расходиться по домам и ждать. В лучшем случае – конца года. Однако горожане сидеть, сложа руки, не намерены. Иначе велика вероятность того, что про них снова забудут. А когда начнутся холода, ремонт дорог вновь отложат на неопределённый срок. Бахром Абдулаев, Эльдар Жанусканов, Константин Гавшев, информационная служба телекомпании ОТРАР.